Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и впереди вас ждёт сетевая игра в Stellaris. Об этом меня много просили в комментариях и к обзору, и в гайде для новичков. Поэтому вот собралось 8 человек и мы сыграем сетевую игру. Естественно, она будет опять разбита на серии, как обычно. Наверное, по часу, скорее всего. Но вот это вступление я записываю, когда игра уже сыграна. К сожалению, когда мы её играли, я не смог записать, как я делал свою нацию, фракцию. Поэтому я вот сейчас вам в записи это сделаю. Вот моя фракция Пупсики называлась. Грибы. Причём, видите, я за женщину играю. За гриб женщину Элги Крун. Сейчас я объясню, что я брал, чтобы вы понимали, как я буду развиваться дальше. Значит, из минусов я взял оседлые, длительность миграции плюс 50% и стоимость переселения плюс 33%. Потому что я в Стелларисе практически не занимаюсь переселением с планеты на планету. И миграции тоже. Обычно у меня сами на планете очень быстро все растут. Поэтому я считаю, что этот минус можно выдержать. Ну и отвратительные в сетевой игре, я считаю, вот этот признак особой роли не играет. Зато взял трудолюбивые, то есть плюс 15% к минералам. И одарённые все лидеры будут сразу со второго уровня начинать. Ну, не с первого, а с двумя звёздочками. Теперь принципы какие? Милитаризм. Да, его там немножко улучшили. Да, кстати, играем мы уже в сетевую игру с патчем 1.1. Недавно огромный патч вышел, который баланс в Стелларисе меняет. Но я всё равно хочу за милитаризм играть. Буду воевать такой, буду... Грибы-агрессоры будут. Хотя всё-таки милитаризм не самые классные бонусы. Потому что вот урон к армии плюс 10% это не к кораблям, а именно к наземной армии. А в случае Стеллариса, ну, блин, это не самый большой бонус по-хорошему. Ну и счастье от войны плюс 5%. То есть вы вынуждены воевать, чтобы получать этот бонус. А все вокруг будут считать вас агрессором. Тоже не очень удобно. Ну, блин, как в Циве, как везде. Ну и фанатичный спиритуализм. Просто счастье плюс 10%. То есть в Стелларисе счастье даёт хорошие бонусы к работе ваших жителей. Если у вас не рабство, конечно. Потому что в рабстве пофиг на счастье. Вот. Значит, передвижение будет с помощью червоточин. Оружие ракеты начально. Ну и корабли грибовидные. Так, давайте я ещё внимательней гляну, что тут можно ещё вам сказать. Ну, портреты. Я за грибы играю. Витя, грибовидный. Женщину. Пупсик, пупсики, пупсиковый. Вроде больше ничего. А, ну и класс планеты у меня будет арктический. Арктический мир. Просто мало кто берёт арктический. Так что я вот решил взять так, чтобы не спорить, если у кого-то тоже будет такой же мир. Так, правительство и принципы. Это я вам всё показал. Флаг у меня вот чёрный, видите, такой. Типа с полумесяцем будут у меня грибы мусульмане. Типа. Потому что они у меня ещё спиритуалисты. Так, ну всё на этом. Так что начинаю игру и приятного вам просмотра. Пошла запись. Значит, я вначале распределил флот. А кто-то не знает, где здесь находится окно дипломатии? Исследовать. Окно дипломатии? Ага. Планеты. Кнопка сверху в левом верхнем углу. Вторая слева. Контакты. Там будут... Научный корабль тоже я отправил. Строительный пока стоит. Так, давайте посмотрим, что у меня на планете тут что-нибудь построить. Еда, еда. Вы знаете, я тут на добычу минералов построю. Прям две еды. Я так тут не собираюсь офигенно развиваться. Так что здесь добывающую. И здесь добывающую. Так, наконец в сообществе колониальный корабль. Ребят, все готовы? Нет, я ещё нет. Один момент. Я тут немножко с... Ну, с видео... Затормозил. Сейчас мне буквально чуть-чуть. Так, этих всех отправил. Так, и вот смотрите. Я ещё в политике беру поощрение свободы мысли и гранты на социологические исследования, чтобы быстрее у меня колониальный корабль. Всё, я готов. Запускай. Сейчас мы будем на второй скорости играть постоянно. Полетели метод исследования. Давайте следить за... Моим флотом. Строительным кораблём я буду строить добывающие станции, если будут там хотя бы четыре. Ну, то есть на данный момент, если с одной планеты или с астероида, четыре чего-то можно будет добыть. А так, пока вот ещё одна планета пригодна. Видите, вот арктический мир. И вот арктический мир. Надо посмотреть, куда отправить научный корабль. Вот тут довольно большая планета. То есть мне сейчас надо найти первую планету, куда я хочу... Какую я хочу колонизировать. Так, вот уже каких-то нашли соседей. Вот так вот можно проверить, не игрок ли это. Нет, не игрок. Это какой-то компьютерный игрок. Видите, иначе тут было бы написано там альфа, зета. Так, что у нас в этой планете? Ну, тоже довольно большая. Давайте, наверное, действительно сюда отправим сначала эту систему исследовать. Ещё ж важно понять, в какой системе всяких... Ну, то есть я же колонизирую и вокруг в свой ареал тогда добавлю, получается. Тоже важно. Тоже хорошая системка. Правда, тут спутник, тут маловато места будет, да. Но всё равно посмотрим. Так, флот всё ещё прыгает. Вот ещё понятно, то, что вот где мы были, уже сером написано. То есть тут мы были, но полностью не исследовали. Когда система полностью исследована, она называется белым. Белый цвет становится. Поэтому так тоже очень удобно ориентироваться. Так, сюда слетаем, сюда. Вот этим оранжевым градиентом, штрихом, отмечена дальность, куда я могу долететь. Вот весь слой. О, сверхновое глаз демона, Demon's Eye. Аномали found. 10%... Нет, давайте пока оставим как есть. Система пуп полностью исследована. Так, туда я уже долететь не могу. Так, вот это всё будет, значит. Отличненько. Так, у нас тут 8 человек играет. Ну что, говорите, где кто по часовой стрелке, в какую сторону. Ну я примерно на час. Я примерно на 3 с половиной. Я примерно на 5. 10. Где-то 7. Ну в общем как-то так. Значит всё-таки разбросали. О, мы там рядышком. 6 колесей. Так, тут на пупочке всё построено. Добывающая, добывающая. Этот житель как раз на еду. Тут понравилось. Ну всё, тут... Давайте теперь посмотрим, что у нас тут исследовалось. 2, во. Вот эту... Тут можно добывающую посмотреть. Правда жалко, что это на энергию, а не на минералы. Минералы, потому что минералы важнее, но тем не менее, не помешает добывающая станция здесь. Плюс 4 энергии, это неплохо. Так, пока я тут никого не встретил. Научный корабль. Морею эту исследуют, а мой флот летает. Да. Блин, а почему... Уже... Уже пираты? Да охренеть. Почему уже пираты? Ладно, давайте купим генерала. Адмирала, точнее. Так. Здоровье, обслуживание, прирост. Здоровье давайте. Система сервей complete. Обалдеть. Конечно. Так быстро пираты у меня еще не появлялись. Блин, так надо пару корветов. Тогда поднастроить. Блин, так все ровненько. Какие-то культисты. Ситуация лога апдейтет. Блин. Почему они остались? Вот это я не понял. Что за фигня? Непонятная. Так, что это у нас... Это какой-то квест. Так, нашего лодного соседушку. Члены экстремистского культа, именующиеся трупа, стремятся скомпроветировать наше правительство и обратить... Возьмем сейчас на его форму правления. Взять вождя культистов на абордаж. Так, научный корабль прекратил изучать. А почему? А, блин, я его случайно сюда перекинул. Нет, не сюда, а вот сюда. Конструкция complete. Так, там флот построен. Теперь копим на... А, колониальный корабль. А, колониальный корабль. Вообще, надо культистов понаходить везде. Я так понял. Это какой-то квест фракции. Вот, ну, то есть я играю за религиозных каких-то фанатиков таких. Так, давайте-ка полечим. Рабли, в каких системах они у меня? Так, так, пацифисты и сразу соперничество кидают. Ай-яй-яй. Ну, вообще. Они такие сумасшедшие пацифисты. Интроверты. Слушайте, а в мультиплеере соперничество, получается, никакого минуса не дает, только влияние. Правильно я понимаю? Ну, как? Ты человека расстраиваешь, и он к тебе хуже начинает относиться. Я прям вот разочарован. Вот видишь. Да блин, какого фига на Альфа Центавре какие-то предразумные хрени живут? Что делать вообще? Дичка какая-то. Уничтожай, порабощай. Если у тебя через рабство стратегия, то это наоборот. Прям. Нет у меня рабства. Существо счастья. Ну, а ученый круче стал. Так, когда это? 14 месяцев. Ну, в принципе, могу еще построить. Так что у меня тут на поверхности. Ага, гидропонную надо. И построить один корветик еще. Эх, почему я не взял коллективизм? Мог бы геноцидом устроить и все. Поработить, поработить. Это же самое крутое. Да нафига у нее работают? Они работают. Вот сюда и сюда. Тут культистая. До этого я еще долететь не могу. О, 7. Существенно, вот это у меня... Вот эту систему мне нравится. Правда, тут маленькая планетка. Но... С теми... Возможностями с тем добычей... Она покруче, чем-то. Вот этот Марет-3. Конечно, тут побольше планеты. Она тут покруче будет развиваться именно сама планета. Так, а эту мы еще не исследовали. Понеслась битва. Стандартную фракцию, получается? Нет, я повидел. Ну тут, по идее, мы должны без потерь. Что, сейчас снесут кого-то, да? А у тебя какие планеты? Какая твоя родная планета? Примеряется. Примеряется под снос. Э, что там началось? Я еще никого не нашел даже, а вы уже там... Что происходит? Вот у тебя пустынный мир. Возможно, нужно заскаутить сначала. Дебри анализировано. Ну, плюс 5 физика и технология. Так, проверю, запись идет. Запись идет. О, сеть солнечных панелей. Отлично. Темп изучения. Электростанция. Битарианская электростанция. Да, вот сейчас я надеюсь... А, вот ты помнишь? С энергии будут все вопросы решены, если что. Так, ремонт корабля завершен. Так, когда там уже колониальный? 4 месяца. Давайте еще один. Построим. Корветт. И слетаем вот сюда. Тут с культистами разберемся. А то понимаешь, культисты, а? Хотели... Форма правления. Следующие выборы. Что-то не скоро следующие выборы. Так, построили корветт, полетели. Я что, долетаю? Долетаю. Расследователь. Расследователь. Вот, отлично. Колониальный корабль можно строить. Биолаборатория, влияние, петропонная ферма. Давайте-ка, влияние. И теперь снимаем эту политику. Гранты на социальные исследования. О, тут посильнее эти ребята. Так, пока построим колониальный корабль. Абсолютно плохую звезду нашел. Вообще, находка. Впервые такое вижу. Отправляй весь твой флот туда и живи вокруг нее в кораблях. Как тебе идея? Прикинуться вымершая Иберия. Дать потолок. А там, обычно, заброшки не фрегат, вот это все. Так, полетели лечиться. А сюда отправим научный корабль. Не забывайте шифтом пользоваться. То есть, я вот шифтом вот это все делаю, зажав шифт. То есть, это все научный корабль будет по очереди делать. Пока вот он там занимается исследованиями. Потом прилетит. Так, тут у меня все. Жители обрабатывают как надо. Давайте-ка... Нормально, Гамеллианс прилетела ко мне. Столичную эту систему исследует. Нормально. Ну, видимо, сосед твой какой-то. Ща мы с ним познакомимся. Ща ты его вынесешь. Не, выносить я не буду. Познакомиться надо. То, что такое. Без спроса на чужую территорию лезет. Хорошо. Так, отремонтировались. Куда мы еще тут не летали? Ну, вот тут у меня, да? Видите, инопланетяне и вот тут. Но они... Так, знаете что? Давайте-ка мы вот эти запустим как раз их изучать. И исследуем планеты вокруг нас. А то тут, может, что добывать можно? Хорошая у меня строительный корабль простаивает. Хотя можно пока вот тут червоточину построить. Я явно эту планету буду заселять. Так, где тут ее выгони? Наверное, вот тут построить. Вот это большая планета. Ну, вот это такая средняя. Так, давайте. Ну, энергии у меня еще дофига. Так что солнечные... Солнечные панели, они энергию дают. Три энергии. Так что неплохая штука. Да у меня сосед прям такой же, как и я, елопало. Смотрюсь в тебя как в зеркало. Рителя, это ты, да? Вы же можете посмотреть. Вот откройте чат. И в чате внизу, видите, есть вкладка игроки. И вы все увидите. Я космонавт открыл, короче. Вообще, можно по-другому колонизировать. Вот так нажимаете. Планета. Эти, колонизировать. Просто нашей партии вообще почти все были одинаковые. С одним и тем же билдом. А рителянская империя, это кто? А че забил тут? Так. И тут еще парочку кроветиков. Ну, одна империя тут комп. Может комп? А, точно, это в ходу комп. Слишком дебильное название. Нет, точнее, наоборот, слишком не дебильное название для человека. Человек бы придумал какой-нибудь там пупсик. Вот что-нибудь такое. Не, у меня вот, например, какой-то Мак-Онукс. Сосед. Не решил человек придумывать себе название. Так, червоточину построили. Все, можно тут добывающую станцию. Два, два, три. Ну, вот на той, которая три, наверное, можно построить добывающую. Так, что у нас тут на планетке? Давайте-ка мы энергию, чувачка, пересадим. Я просто хочу уже, чтобы открылась битерианская электростанция. Если этот ресурс есть, битерианский камень, чтобы можно было и битерианскую электростанцию построить. Космопорт, так, корветов у меня уже. Еще, собственно, два корвета и максимум будет. Давайте их достроим. У нас... Так, а с компом мы не можем только в союз вродить или в посольство? Я тоже не могу в нем отправить. Нет, все остальное можешь. А то я не хочу, чтобы я вам вынес просто. Главное, в союзе не быть. Так, что у нас тут научный корабль? Видите, я пока не исследую аномалии, потому что там довольно высокий процент, чтобы ученый не умер. Пускай ученый прокачается хотя бы до четвертого уровня. Что-то следовалось. Вот. Сейчас надо будет посмотреть. Появилось. Так, ионный двигатель. Ну вот, видите, вот эти... Чувак, он быстрее на 10% вот это исследует, поэтому я и запущу. Материалы. Вон, материалы на 10% быстрее исследуют. Прирост опыта тут быстрее, а тут продолжительность жизни. Да, кстати. Надо посмотреть. Так, тут губернатор есть. А тут еще не колонизировано. Надо будет еще губернаторов прикупить. Ну что, там, где мы исследовали, бетерианского камня нету. Так что, видимо, надо просто пока энергетическую станцию тут построить. Так, добывающих я пока не хочу больше, потому что тут две на четыре. Кстати, вот тут... О, вот тут можно, кстати, добывающую. Но, блин, тут планета для заселения будущего. А когда заселяешь планету, добывающие станции как бы, ну, пропадают. Смысл. О. 15% пока не исследуем. Так, где он тут летает? Все, поехали с инопланетянами разбираться. Потому что убийство инопланетян еще, ну, можно... Исследовать их останки и, ну, бонусы всякие. Так. Купим губернатора сюда. Время строительства, прирост опыта, время строительства. Ну, 36 лет, время строительства норм. Нанял. Так, что у нас тут с инопланетянами? О, они тут сильные. Нет, пожалуй, полетим в другую систему вот с этими разбитыми. Значит, тут надо запомнить 4 штуки по 270. Так, что у нас построилось? А тут энергостанция построилась. Тут система изучилась. Два, три. Ну, вот тут можно 3 добычу построить. Так, что у нас тут... О, 105. Это по силам совершенно. Так, строительный корабль. Начинаем. Добычу минералов. Мои грибы распространяются по вселенной. Грибы, пупсики. Исламисты. Так, как у нас тут проходит битва? Кстати, надо флоту Ctrl-1 сделаю. Научный Ctrl-2, а строительный Ctrl-3. Теперь я просто по кнопке вот два раза нажал на двойку. Переключил на научного. Два раза на тройку на строительного. Так, что норм. Так, ну что, убил я тут всех. Давайте лечиться. А научный поставим в очередь исследовать проект и исследовать систему. Пока у нас он тут летает вокруг. Ну, пока у нас будет развитие тут по ходу соседей. Хотя вот, вот какой-то сосед, кстати, между прочим, уже рядышком. Ну, помните, там кто-то говорил, что он на шесть, на семь часов. Вот он. Видимо. Так, что исследовали. Электростанция второго уровня. Битарианская станция второго уровня. Энергоузел нафиг надо. Планетарных укреплений, отражатель. Давайте-ка темп исследований увеличим. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно Двагис. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Двагис, адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Двагис, если быть точным. Что-то не пойму. Ну ладно, мне это все, только до этого надо еще хотя бы для начала долететь. А, вот. А что это вот это за... Прям в центре. Слушайте, у меня какой-то квест прям в центре галактики. Разве туда можно залететь? Вы такое видели? Вроде нельзя. То есть не на звезде, а просто так? Не, конкретно в центре галактики. Прям в центре галактики. Подожди, Алл, по-моему у тебя в прошлой игре был за культистов, да? Какой-то квест. Ну, у меня было это, культисты нападали, и мне нужно было пролететь по куче систем, кучу раз их выбить, и потом на твоей территории был их главный фрегат. Ну вот у меня взять корабль культистов на абордаж. И почему-то показывать на центр. Ну вот у меня есть один... А, нет, тоже там культистов на абордаж, да? Видимо. Ну, тебе нужно взять на абордаж тот, который ты не уничтожил. Так, что он там, где у тебя в системе, или где-то там должен валяться? Просто посылаешь туда этот отряд, где-то построенный на планете, и все. Так, научный корабль пока летает. Тут какие-то такие слабенькие системы, ничего не хочется мне тут добывать. Откровенно. О, вот уже можно, наверное, она... Ну, охренеть, я не могу эту предразумную расу поработить. Вообще ничего. Ты ее можешь развить, и она станет твоим бассалом, скорее всего, тогда. Скорее всего, сможешь поработить, если изменишь политические взгляды. А изменишь, да, влияние можно. Нет, я специально изменил, чтобы, типа, я могу поработать всех подряд. Но они недоразвитые, поэтому я их поработить не могу. А, типа, вначале развить надо? Так, вот у меня появились, ну, да, чтобы развить, нужны хорошие теки. Теперь вопрос, где они, комплить? Я бы, насколько я знаю, я как раз пробовал, можно поработить, а потом освободить, если они никогда разорвитесь. Но у них будет, соответственно, зарабство, то есть какое-то время это надо будет читать. Эвейтинг хостел флит. А, мутание. Ээ. Строительный корабль, раненый. Так. Блин. А этот летит добывающую станцию уничтожать. Ну. Зато мы сейчас слоем этих пиратов. Знаете-ка, мы строительный корабль полечим, а то как-то 21% меня это смущает. Не успели они уничтожить мою добывающую. Так, наверное, тоже добывающую построим. Или, наверное, гидропонную все-таки. Надо побыстрее, чтобы росло. Так, полетели лечиться. А здесь... Теперь нам надо, кстати, найти базу пиратов. Тут не база. Тут не база. Ну, вот это, кстати, Эпсилон Алиенс. Это явно кто-то из реальных игроков. Да, вот, видите, Конг Валфар. А Конг Валфар это кто? Это я. Ну, у тебя... Как у тебя ник в Дискорде? Володин. А, Володин. Ну, вот мы, судя по всему, соседи с тобой. Потому что я тебя уже вижу. Ну, ты у меня Эпсилон Алиенс. Ну, это ничего не говорит, да. Ну, Ашимакс, твоя система? Нет. Нет. Нет, значит. Ну, как? Ну, я тебя встретил, понимаешь? Я кроме тебя никого не встретил. Встретить ты мог меня, но Ашимакс система не моя. Вот так я... Ну, я просто до нее долететь не могу пока. Просто вижу, что там чья-то. Так, вылечился. Но пока мне тут добывать особо нечего. О, хотя вот, три. Ну. Отличненько. Ну, вот видишь, мы с тобой встретились. Так, давайте-ка объявим сразу соперничество. Ну да, Ашимакс не твоя. Это другой сосед, да? Или ты не знаешь, чья Ашимакс? Конечно, конечно. Это как раз соперничает со мной. Так я тоже тебе сейчас соперничество объявил. При этом, при этом пацифист. Шифтом. Сначала эту аномалию следуем, потом ту. Ну что, завфу, видимо, надо колонизировать. А, блин, тут проблемы. Стоимость строительства дороже, потому что высокая гравитация. Опасная дикая природа, счастье. Зато социологические исследования будут идти. Ну, такая. С этой планетой что-то делать надо. Будет, кстати. На этих, по-моему, у меня ничего нету. Ну, как бы в столичной всегда тут плюсы. О, а тут тоже социологические исследования плюс. Тоже неплохая планетка. А морейд. Тут ничего. И тут ничего. Нет, вот эту завфу надо, видимо, колонизировать. Давайте построим колониальный корабль. Исследования дополнительные. Ну, вы извините, я не читаю просто так, как сетевая игра. Тут скорость. Если я буду сидеть читать все, то я просто проиграю людям, которые в это время развитием занимаются. Ладно, давайте тут тоже построим электростанцию. Пока так. Строительный корабль. Да, видимо... Ну, военная станция у меня еще не открыта. Станции червоточины. Давайте тут построим. Так, что у нас в политиках? Ну, 30 энергий платить каждый раз, мне достаточно и так систему исследовать. Так, все остальное норм тут вроде. Конструкторов. У меня не было такого квеста. Какого? На пиратов. Но пираты прилетели. Наверное, чужие. А кто-нибудь знает, что с лесами делать? У меня квест на мигрирующие леса. Мне предлагают либо изучить, либо сжечь. Какие будут бонусы от того, от другого кто-нибудь встречал в классе? Ты же вроде самого встречал. Там типа пять наук я от них. От соседних с ними лаборатории. Или что-то типа этого. А если уничтожить? Не знаю. Бегемот, а у тебя какие планеты пригодны для заселения? Ну, это ты можешь у меня просто в мою столицу нажать и посмотреть. Хотя нет, не можешь. Ты ничего не изучил. Я же не исследовал. Это остается секретом. Это же может побудить тебя на войну. Если у меня окажутся такие же, как у тебя. Да, ты думаешь, именно это может побудить меня на войну? Мы же можем договориться, разделить сферы влияния, вообще, блин, в федерацию войти. Ну да, это отличный план. Конструкция complete. Так, колонизировать. Ресеарч complete. Ммм, давайте, наверное, сюда. Так, что мы там. Темп исследований. Оборонительный комплекс. Физическая лаборатория. Скорость развития колонии. Физическую лабораторию. Так. Я могу еще один корвет построить. И космопорт. Отличненько. Отличненько. Классненько. Так, больше не... А вот еще у нас аномалия. Так, эту аномалию исследовать пока больше нету аномалий. Так, приметам плюс 20%. 71 месяц. Знаете что, давайте-ка мы опять на социологические исследования грант возьмем. Возьмем. Специальный проект complete. Поразительно. Просто поразительно. Так, до последних этих культистов все еще не дотягиваюсь. Так, добывающие станции. Здесь у нас что на поверхности? Гидропонная. Знаете, я тут не хочу пока ничего строить. Пускай вот так, как есть. Идет. Строительный корабль. Блин, ну я эту планету в ближайшее время не буду колонизировать. Поэтому я все-таки построю тут добывающую станцию. Потому что все-таки 3. Вход. Так, тут по 2. И тут по-моему по 2. Да. Так, построен. Так, я еще могу. Я просто хочу с инопланетянами разобраться. С них научный корабль очень неплохо может всякого насобирать. Досадно. Ничего не нашлось. Так, поставим просто еще. На очередь исследование. Так. Ой, инженерные исследования не стоят. Космопорт 2-го уровня и давайте-ка ионный двигатель. Еще пару корветов. 5, 6. Вот, 6. По максимуму. Так, на планете у нас что? Тут можно построить базовый научный блок. На этой планете. Тут я, как сказал, ничего не могу. Сейчас вот тут у нас появится планета. Да, строительство. Чужие космические корабли. Так, вот тут бы нанять губернатора, который плюс к строительству как раз. Во. Отлично. Хоть что-то. Типа норм будет. Нет, пускай тут тут сначала появляется. Так, и новые инопланетяне. Давайте их изучим. Так. Ученый 3-го уровня. Аномалий больше нет. Туманности уменьшают скорость корабля. Прикольно. Не знал. Так. Строительный корабль. Может червоточин? Парочку еще настроить, чтобы можно было так. Ну, например, вот тут построить, чтобы можно было сюда долететь. Как минимум. Да? Да. Строительный пока простаивает. Раз, два, три. Можно будет в полноценное поселение апнуть, когда пять жителей будет. Строительный. Ну, вот смотрите, плюс к социологическим исследованиям, а на самой планете никаких социологических исследований нет. Так, что-то на пупочке мы построили базовую станцию. Ну, а че ты мне войну объявил? А? Ого. Это кто объявил? Бегемот. Володин. Чего ж себе? Я тебе войну не объявлял. Ты же пуп. Правильно? Да. А, стоп. Это, тьфу ты, блин. Видите, блин, сообщение? Да мне войну. Да. Вот нафига мне знать, что ты кому-то объявил войну, вот по-хорошему, блин, с таким этим еще? Ну, сопротивляйся или у тебя там армии нету? Ну, я сопротивляюсь. Это как-то не знаю, у него 565 флота всего, тут у порта 300 с лишним. Я не знаю, зачем эта война. Ну, нормально так. И у меня примерно такой флот. Ну, да, у тебя 21 корвет у тебя, да, Володин? Ну, примерно. Учитывая, что я пацифист. У меня они послабже. Так, значит, сначала культистами мы займемся. Так, может, Володин тогда мне найти, а напасть? Чё-то там человеку уничтожаешь. Чё за фигня? Конструкция комплекта. Не знаю. Как тебе такой вариант? Ну, давай ты с ним мир заключишь. Ну, сейчас, через... У меня мир... Сейчас захвачу, да. У меня какое требование? Передать мне соседнюю планету со мной. Ну, я живу против. Не, ну, вы можете на... Заключить мир на статус-кво. Там тоже есть такая возможность. Сепаратный мир, да, и всё. Мне он не очень подходит. Ладно, повоюем. Я предлагаю мир со всеми. Может, мы вообще в конфедерацию втроём объединимся? Как тебе такой вариант? Ну, в принципе, нормально. Нормально. Только мир ты не заключаешь, да? Роботер, как у тебя там взяла? Не, он выиграл этот гейминг. Ну, ты признал уже в поражении, или вы договоритесь, они не дам. Ситуация лога удачи. Ситуация лога удачи. Ситуация лога удачи. Ситуация лога удачи. А что, можно сразу четыре планеты, что ли, передать? Мне кажется, за одну войну так не удастся. Ну, если он серьёзно-то... Нет, дело в том, что есть ограничения по твоему счёту. То есть, не получится просто забрать сразу всю Империю. Ситуация лога удачи. Хостил флит ингейджед. Хостил флит ингейджед. Ты принимаешь предложение мира-то? Али нет? Да ты и так эту планету захвативаешь. Зачем понимать? Ну, я, например, его столичную систему сейчас расфигачил нафиг. Так что, ты там подумай. Ситуация лога удачи. Ты принимаешь это прям. Он захватывает планету, которую хочет забрать. Скажешь, захватывает тогда. Так, он не может же её захватить, понимаешь? Он её захватит, но она всё равно не станет его. Как ты не понимаешь. Но она хуже станет во время атаки. Она как минимум её повредит. И ему уже будет не так хорошо её брать. Дольше отстраивать. Включи мою эфирмала в надемных войт. Он просто так её не доберёт. Эх, Лёшка меня раздербанил. И разбил мою империю бегемота на две. Да. Прикольно. Серьёзно. Ну, здесь сказалось, что разная техника полётов. А у тебя не червоточины? Могу, да. Ты до меня червоточины не можешь лететь. Ну, я предлагал мир просто с чуваком заключил бы, и федерация была бы. Я, например, не собираюсь тебя дальше что-то с тобой делать. А что, ты разбил ему вся другая станция? Нет, я просто расфигачил ему систему, и, видимо, счёт дошёл до такой степени. А у меня было требование, чтобы он одну свою планету освободил. Не мне отдал, а освободил. И дошёл такой счёт, и вот он, у него, видишь, Шэди стала другим. Другой, как бы... Отлично. Они ещё моим вассалом стали. Класс. Теперь я между двух огней прям. Ну, между трёх, вообще. Видимо, федерация из двух игроков будет, да? Не, ну так вы заключите мир. Ты чё, если ты будешь Володина выносить, я тебе мир объявлю. Ой, войну объявлю. Я не буду. Отдай ты ему планету, которую он хочет. Отдай планету, и мир заключай. Зачем? Он не так должен захватить. Так он не может её себе за... Как? Я не понимаю твоё сопротивление. Я не очень понял. А как он не может? Почему не может он захватить? Ну, он её захватит, и она станет его. А если счёт не стал таким, каким нужно, то автоматом вы мир не заключите. И как бы планета будет считаться твоей, но под его оккупацией. Да, дело в том, что счёт зависит от того, какой цель войны. Если цель войны была как раз эта планета, то захват этой планеты серьёзно увеличится счёт войны. А он поставил четыре планеты, я правильно понимаю? А, понятно. Ну так он может... Я поставил две планеты и освобождение. Но я могу предложить, например, как я тебе в прошлый раз предложил, что ты мне отдаёшь ближнюю планету, а остальные оставляешь себе. Вот о чём и речь. Ну вот я не согласился, насколько понял, Эбб. Он тебе предлагает мир, просто одну эту планету отдать, и всё. Ну, блин, а зачем мне такой мир? Я не понимаю просто, чего я от этого получу. Он сейчас может быть в этой планете. Почему он не может собрать? А зачем мне... Войне сложно рассчитывать на... Как бы, то, что ты что-то получишь от войны положительно. Ну, ты мне как объявил соперничество, я начал за соседнюю территорию с тобой драться. За ICMAX этот. Здесь, как по мне, я логично действовал. Даже, можно сказать, рели-плейал. Пока все укрепления с них. Всё ж я уже ещё одного, два дни войска на меня. Так, а смысл вот в этом, до последнего, вот так? Типа, ты будешь войска всё время строить и строить? Да, смысл мне им надо давать планету. Ну, ты проиграл в войне, нет? Ну, ты кланы же не выиграл. Короче, походу, мне надо лететь, тебе войну объявлять, да? Чтоб окончательно решить вопрос. Здесь система войн такая же, вот примерно, как в Европе, как в Крусайдерсах. Она этим вот интересна. Да, в отличие от цены, конечно, здесь больше манёвра. Нельзя сразу... Ну, можно освобождать. Например, ты можешь сопротивляться вот мне, пока там Лёшка, если твой союзник, меня уничтожает. Ну, такое получается. Сразу не получается рашем взять. Или можно потребовать... Ну, только получается три планеты максимум можно захватить. Либо освободить много, но это не имеет смысла. Насколько я знаю, там не только три, там вроде бы зависит ещё от населения. То есть, если это какая-нибудь столичная планета, то, может, всего-то и получится захватить. В зависимости от развитости, насколько я понял. Да, да, да. Новая четвёртая планета стоила всего 12. Там, а как освободить вообще почти бесплатно. А что вообще значит освободить? Ну, ты просто убираешь своё посольство. Ну, не посольство, но... Создается новая... Просто создаётся новая империя, типа. Новая страна, когда освобождается планета. Вот у меня сейчас так было, и они ещё моими вассалами стали при этом. Хотя я не хотел... Что-то типа город-де-сударство освобождение, да? Ну, там, смотря сколько планет будет освобождено. Соборозвание в новом году. На этом пока всё. Продолжение межпланетных битв в звёздных системах. Смотрите через день или два. И, конечно же, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok